Здравствуйте! В эфире «Время жить». Это программа о самом главном – о нашем здоровье. Сегодня вы увидите родники Рязани и области. Какие из них самые чистые? Близорукость – наводим фокус. Первая неотложная помощь при потере сознания и остановке сердца. Родники в городе и рядом с ними привлекают толпы людей. Многие набирают воду канистрами, везут ее домой, потому что хотят пить по-настоящему чистую воду. Сегодня мы посетим самые известные источники Рязани и области и выясним, какие из них самые лучшие. Известно, что качество воды в родниках нестабильно. Даже если экология вокруг источника хорошая, и по лабораторным анализам вода признана питьевой, нет гарантии, что она будет такой постоянно. Поэтому ее нужно периодически проверять. Это мы и решили сделать. Вода из источников пощуповы считается одной из самых лучших. Займет ли она первое место среди всех образцов – узнаем в лаборатории. Чистые родники, конечно же, существуют в природе, но большая их часть расположена не в городах. Но мы надеемся найти сегодня такие в Рязани. Проверим источник в поселке Юбилейный. К этому роднику приезжают многие горожане. Говорят, что вода здесь очень вкусная и свежая. Действительно ли это так – проверим на экспертизе. Поскольку источники могут проходить на разной глубине, через разную толщу земной породы, почва является естественным фильтром для такой воды. Поэтому чем ближе она подходит к поверхности, тем больше подвержена различным загрязнениям. Главная проблема всех городских родников в том, что лишь малая их часть питается из большой глубины. Пора выяснить, что представляет собой источник рядом с улицей Березовая в роще. Это еще один городской источник. Сейчас мы наберем воду здесь и узнаем, содержит ли она какие-то примеси и тяжелые металлы. Что такое родник? Это вода, которая просачивается на поверхность через земляные породы. Как правило, водоносный слой расположен на глубине от 10 до 25 метров. Поэтому все, что попадает на почву, легко просачивается в воду. Что попадает в источник, который расположен на улице Верхняя, узнаем, набрав здесь воды. Все источники, которые мы сегодня посещали, находятся примерно в 50 минутах ходьбы от основной дороги. До этого родника, который находится в районе Нитима, добрались примерно за 2-3 минуты. Нальем мы здесь воды. Родники питаются в основном атмосферными осадками. Они редко и водами техногенного происхождения. Поэтому при таком сильном загрязнении почва не в состоянии фильтровать воду. Атмосферные осадки вымывают вредные вещества из загрязненной воды. Следующие пробы возьмем в роднике в деревне Дядьково. В прошлом году мы уже анализировали воду из этого источника. Результаты были в пределах допустимых норм. Немного превышали фосфат. И сейчас мы посмотрим, насколько изменилась ситуация. И если в воде тяжелые металлы. Известно, что воду в родниках и источниках, которые популярны у горожан, регулярно проверяет Роспотребнадзор. Специалисты проводят исследования два раза в год, весной и осенью. Такие источники обычно оборудованы беседками. Нередко рядом с ними можно увидеть табличку с заключением о составе воды. Этот источник находится вблизи деревни Романцево. Сюда приезжает очень много людей за водой. Нальем бутылочку и мы. Мы выясняем, где самая лучшая, самая чистая вода. Экспертиза в лаборатории должна дать ответ на этот вопрос. Получено на анализ шесть образцов. И сделаны какие параметры определяли. Определяли PH, наличие аммиака, нитритов, нитратов, фосфаты, сульфаты, жесткость общая, общую минерализацию. И металлы. Некоторые металлы. Свинец, медь, никель и хром. Ну, по данным анализа, пожалуй, самая хорошая вода – это был образец номер шесть. Потому что в нем меньше всего аммиака и фосфатов, и, в общем, общая минерализация у нее незначительная. По результатам нашего исследования получилось, что самый лучший образец под номером шесть – это вода из источников вблизи Романцева. Что касается остальных проб, то здесь исследования показали следующее. Самые худшие результаты, пожалуй, это вот третий и четвертый. Почему самые худшие? Потому что в них содержатся аммиак и фосфаты. Содержание аммиака говорит о том, что поступают какие-то вещества, продукты гниения. И фосфаты – это тоже. То есть это две примеси, которые показывают поступление веществ из окружающей среды. То есть это может быть после бытовых вод, может быть продукты гниения. Фосфаты – это стиральные порошки и так далее. То есть поэтому вот эти пробы меня больше всего насторожили. Если выстроить таблицу, то выглядит она так. Первое место у образца из источников вблизи Романцева. За ним с небольшим отрывом идет родник в поселке Юбилейный. Третье место занимает вода из Дядькова. Все эти образцы содержат меньше всего аммиака – нитратов, нитритов, фосфатов. Жесткость и минерализация у них меньше, чем у других проб. Вода из Пощупова занимает четвертое место. Она в пределах допустимых норм, но в ней содержится немного аммиака. Пятое место у родника в роще, расположенного рядом с улицей Березовая. И последнее место у источника, который находится в районе Нити. В этих последних образцах наибольшее содержание аммиака, нитратов, фосфатов. Выше здесь жесткость и общая минерализация воды. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. Это действительно так, ведь большую часть информации об окружающем нас мире мы получаем визуально. Очень многие люди жалуются на снижение зрения. Более половины не имели бы этих проблем, если бы еще в детстве обратились к укулисту. Предрасположенность человека к близорукости во многом определяют гены, доставшиеся ему от родителей. Тем не менее, окружающая среда, профессиональная деятельность и привычки также оказывают немалое воздействие на здоровье наших глаз, усугубляя врожденные проблемы. Значение имеет и высокая зрительная нагрузка в детском возрасте, и популярность электронных устройств, и малоподвижный образ жизни детей, и общее состояние здоровья, и, конечно, плохая экология. В основе лежит ее нарушение свойств соединительной ткани глаза, и под действием нормального треглазного давления фиброзная капсула растягивается. Это приводит к увеличению абсолютного относительного размера глаза и дисбалансу между возможностями оптической системы фокусировать изображение насечатки. К сожалению, близорукость неизлечима, поэтому все силы должны быть направлены на замедление ее прогрессирования. Главное – не дать глазному яблоку удлиняться. Для этого на вооружении врачей-офтальмологов есть целый комплекс средств. Коррекция близорукость включает в себе подбор очковых стекол, которые улучшают зрение вдали. Это рассеющие линзы, и мы их используем в двух вариантах – или в виде очков, или в виде контактных линз. И то, и другое улучшает зрение человека вдаль, а у молодого человека при отсутствующей пресс-БИПИ позволяет также и видеть вблизи. А вторая сторона этой медали – это мероприятие, которое предотвращает прогрессирование близорукости или ее останавливает. Это и медикаментозные воздействия при помощи капель, которые расслабляют внутриглазные мышцы. В случае быстрого прогрессирования близорукости рекомендуется склероукрепляющие инъекции и операции, заключающиеся в том, что позади глазного яблока создается искусственный бандаж, не дающий глазу увеличиваться в размере. Склероукрепляющие операции зрение не улучшают. Они стабилизируют близорукость и останавливают развитие заболеваний. После стабилизации близорукости возможно полное восстановление зрения с помощью лазерной коррекции, которая может вернуть стопроцентное зрение. Это так называемая рефракционная хирургия. При помощи лазеров врачи воздействуют на ткани роговицы и устраняют оптический дефект. Надо помнить, это хирургическое решательство. Это операция просто с действием других видов энергии. Современный метод лазерной хирургии роговицы позволяет изменять оптические свойства при разных степенях близорукости, в том числе и достаточно высоких. Но в каждом конкретном случае врач и пациент принимают решение совместно. Помимо истинной близорукости существует и ложная. Врачи называют ее спазм аккомодации. Плохое освещение, неправильная рабочая поза, излишнее приближение текста глазам при чтении, большая зрительная нагрузка, стрессы, травма глаза нередко становятся причиной такого состояния. В отличие от истинной близорукости, от ложной можно избавиться навсегда, если вовремя заметить ее и обратиться к доктору. Вот эту близорукость надо лечить. Тут очки нежелательно. Выписывать, в общем-то, и нельзя, поскольку они могут закрепить эту спазм аккомодации или вот эту ложную близорукость и, в общем-то, привести к неблагоприятному воздействию. А методы лечения – это медикаментозные, общездоровительные физиопроцедуры. Но самое главное – это выявить причину этого спазма аккомодации и на все усилия направить на устранение этой причины. Она бывает не только в травмологическом происхождении, но чаще всего в общесоматическом, психоенном и прочее. При таких состояниях хорошие результаты дает знаменитая на весь мир гимнастика по Аветисову. Если делать ее систематически, она улучшит кровоснабжение мышцы, а это положительно влияет на зрение. Каждый из нас может столкнуться с ситуацией, когда рядом человек внезапно потеряет сознание. Как помочь при обмороке, чтобы избавить пострадавшего от опасных травм и осложнений? И что делать при внезапной остановке сердца? О первой доврачебной неотложной помощи мы расскажем в следующем сюжете. Причин для обморока может быть много. Особенно предрасположенными к потере сознания являются люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Обморок может произойти из-за сильного и внезапного эмоционального перенапряжения, при резкой боли или чувствительности к ней. В любом случае, при потере человеком сознания ему необходима первая помощь и последующий вызов врача. Ведь иногда обморок может сопровождаться тяжелыми заболеваниями, например, такими, как инфаркт. Ежегодно в России 250 тысяч человек умирает от внезапной остановки сердца. В США эти остановки случаются 350 тысяч случаев в год, но выживаемость у них выше еще за счет того, что вовремя и быстро оказывается помощь свидетелями происшедшего. Поэтому так важно до приезда скорой помощи принять простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшего. Если человек потерял сознание, необходимо сделать следующее. Тебе нужно положить на твердую поверхность, горизонтальную. Подходя уже к нему, можно оценить степень окраски кожных покровов. То есть можно как-то понять, что они неестественные. Это может быть резкая бледность, например. Вот. Затем вот тот, кто рядом стоит, он бережно должен потрясти пострадавшего и спросить, как вы себя чувствуете, что случилось, вы меня слышите. То есть вот любые бытовые вопросы задать. Если есть контакт с пострадавшим, то обычно его оставляют в этом положении. Либо можно повернуть его на бок, для того, чтобы язык не западал и дыхательные пути оставались свободны. Вызвать скорую помощь, освободить стягивающий ремень, пуговицы, воротники, открыть, обеспечить доступ свежего воздуха, открыть окно, например. Вот. И, если есть такая возможность, уточнить причину этого состояния. Если контакта с пострадавшим нет, человек не реагирует на ваши слова, то здесь нужно действовать так. Вы должны подойти с любой стороны к больному, запрокинуть ему голову. Для этого необходимо положить одну руку на лоб, правую или левую, как удобно, другую под шею или за подбородок. И в течение 50 секунд вы должны посмотреть, дышит, поднимается ли грудная клетка, почувствовать, услышать, дышит ли больной или не дышит. Если больной не дышит, накладываете руки на грудину. Грудина располагается по центру. Руки должны быть сомкнуты в замок, не согнуты в локтях. Наклоняетесь над пациентом. первое нажатие на грудину должно быть мягким для того, чтобы оценить ригидность грудной клетки. А затем с частотой не менее 100 в минуту, с амплитудой давления 5 сантиметров, вы должны произвести 30 компрессий. После 30 компрессий вы должны сделать 2 вдоха. После 2 вдоха снова 30 компрессий. Что необходимо помнить? На диагностику состояния обычно отводится не более 10 секунд. На работающем сердце непрямой массаж делать нельзя. Но при внезапной остановке кровообращения каждая минута на счету, ведь пока приедет скорая, пройдет не меньше 70 минут. По российским данным непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, выполненные в самые важные первые минуты, обеспечивают выживаемость больных на 80%. Сотни лет назад известный философ Луций Анна Сенека изрек прекрасную фразу «Жизнь длинна, если ею умело пользоваться». Так что берегите свое здоровье, ведь, как говорят мудрецы, 9 десятых нашего счастья зависит от него. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова